С 1968 года кубок принадлежал Рапиду, одной из сильнейших команд не только Румынии, но и Европы. И хозяева, и гости настроены только на победу. Кайратовцы умело подбирают ключи к защите Рапида, но вратарь гостей Римуряну показывает великолепную игру. Сорок пятая минута. Пройдя сквозь защитный лабиринт, капитан Алматинцев Рожков точным ударом поразил цель. 1-0. Этот единственный гол и решил судьбу поединка. 12 ноября 1971 года. Круг почёта футболистов Кайрата на родном центральном стадионе в Алмате перед многочисленными ликующими зрителями с факелами в руках. Незабываемое зрелище. Горящий факел словно символ победы. Эта яркая картина до сих пор стоит перед глазами тех, кто в тот вечер стал свидетелем триумфа. Кайрат взял верх над бухарестским Рапидом со счётом 1-0 в решающем матче Кубка Железнодорожников. На пути к завоеванию почётного трофея кайратовцы победили по сумме двух матчей Чехословатский локомотив. В полуфинале, уступив в Алмате 1-3 болгарской славии, наши футболисты уверенно выиграли в гостях 3-0 и вышли в финал. В Бухаресте в игре с Рапидом была зафиксирована ничья 1-1. И в Алмате Кайрат одержал победу 1-0 и завоевал кубок. Став обладателями почётного трофея, история которого берёт начало с 1947 года, кайратовцы оказались первыми советскими футболистами, выигравшими этот европейский кубок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова